Их стихия – вода. Тому и Липинский дождь не стал пирожкодой для открытия чемпионата Беларуси по академичным веслованиям. А вот сами водные заезды у первый день с поборництва у задрынока на дворья были под пытанием. Однако Соника порадовала, и весляры вышли на воду. Правда, радость от пройденной дистанции не во всех. Серебранный призер минулогодних юнацких олимпийских гульнил Иван Брынза сподевался переодолеть свой лепший выник – 6 минут 58 секунд. Не отрывался. Сегодня немного трудновато зашло. Может, не выспался. Я на Европе отобрался юношеской на чемпионат мира, в Японии будет. И вот готовлюсь сейчас на него. Хотелось бы призовое место занять, потому что в прошлом году я только четвертое занял. Для инших отборы яше напереде. На протягу четырех джон на Брынском веслярном канале выступить 281 спортсмен. На дистанции у 2000 метров – мужчины, женщины и пары. Для спортивных ветеранов адрызок у два раза меньше – тысяча. Головных падей для сталых весляров в этом сезоне – адразу две. Чемпионат света и отбор на олимпийские гульни. Вот эти наши домашние соревнования проходят в таком нагрузочном режиме. Мы все идем, просто как бы сражаемся между собой. Вообще мы накатываем классы на олимпийские игры, потому что через уже месяц будет отбор на олимпийские игры. Это самый главный старт в этом году. Академичная гребля – перспективный напрямок для белорусского спорта на сусветной водной арене. Об этом говорит колькость медалей. За период суверенного выступления нашей команды на самых высоких форумах гребля академически завоевана 7 олимпийских медалей. А если брать общую статистику, завоевана гребля академически за суверенный период более 150 медалей. До речи, новых медалей у белорусского скарбонка по академичными словам не чекают и от удельника у гытого чемпионата. Екатерина Карстин – очень именитая спортсменка, на которую мы тоже возлагаем особые надежды. Это Денис Мигель, это Щербачене Станислав, это Елена Фурман. Это те спортсмены, которые достойно представляют нашу республику на международном уровне. Спортсмены с гучными именами не только у лодках, а и сяру джуры. Очень интересно сейчас осваивать и тренерскую работу, и работать с молодежной и юниорской командой, и также присутствовать на соревнованиях и участвовать в судействе. Змагаться за месяцы у чемпионатах Европы и Свету белорусские спортсмены будут по 14 липеня. Владислав Бундер, Роман Филютич, Телерадиокомпания «Брест».